Любой пользователь рано или поздно загорался желанием каким-либо образом улучшить использование своей системы. Не только изменить фон рабочего стола и курсор мыши, но и сделать повседневное использование системы более приятным, удобным и производительным с точки зрения пользовательского опыта. Сейчас большинство устраивает стандартный стиль системы, тот, который задумывается изначально. В нескольких предыдущих выпусках на тему кастомизации системы мы рассматривали оболочки рабочего стола прошлых лет, кратко рассмотрели программы разных эпох, которые могли менять систему до неузнаваемости, но я еще никогда не задумывался над вопросом, а чем можно улучшить Windows сегодня, при этом не причинив какой-либо ущерб системе? Как уже можно догадаться, в этом видео я покажу, чем можно улучшить Windows на сегодняшний день. Досмотрите до конца, будет очень интересно. Конечно, это мой составленный список, и он наверняка будет кардинально отличаться от вашего. Ничего страшного, свои мнения можно оставлять в комментариях, мне наоборот будет приятно. Напоминаю, что все программы, которые будут упомянуты в данном видео, показываются сугубо в образовательных и демонстрационных целях. При использовании показанных программ на своем ПК, вы полностью берете ответственность за дальнейшие совершаемые вами действия с этими программами на себя. В этом видео я буду приводить пример улучшения на основе Windows 11, 23H2. Использую эту систему как основную, начиная со сборки 22H2, и также тестировал ту самую первую сборку с 2021. Попутно ужасаясь. В принципе, мои поставленные задачи она полностью выполняет, хотя у меня присутствуют к ней некоторые вопросы касательно пользовательского интерфейса, а также в ней все еще постоянно проглядывают странные баги. Наверное, было бы более забавно назвать это видео как «Даниэль мысливец исправлять за Майкрософтом на протяжении N минут», но мне кажется, это выглядит немного эгоистично. В ранних версиях Windows ты мог по своему желанию устанавливать не только кастомные темы, звуки запуска или курсоры, но и редактировать экран загрузки, да проводить какие-либо беспрепятственные манипуляции с системными файлами. Только вот последние два действия могли сильно навредить ОС в плане надежности. А мы же хотим видеть систему целой, верно? Но со временем возможности кастомизации начинали потихоньку убирать. Размеры кнопок стали строго фиксированными, кастомные темы могут применяться только под конкретной билд-системой и так далее. Думаю, можно начать. Мне не особо нравится стандартная система поиска Windows. Она называется официально Windows Search и дебютировала в 2007 году с выходом Windows Vista. Windows Search является результатом объединения двух уже существующих компонентов. Службы индексирования из эпохи Windows 2000 XP и MSN Desktop Search, входящего в пакет программ MSN. Если первый компонент был уже встроен в систему, то второй нужно было скачивать отдельно. После выпуска Vista данная программа переименовалась в Windows Desktop Search и стала полностью отдельной для установки Windows XP из сервера 2003. Вы ее уже неоднократно видели мельком у меня на канале. Это я поясняю для тех, кто меня смотрит впервые. Ну, все возможно. Разработка Windows Search началась в то время, когда Microsoft бросила идею с WinFS. Это своего рода замена файловой системы NTFS. Преимуществом WinFS являлась точная сортировка и разбивка на категории, начиная от ярлыка и заканчивая целыми фотоальбомами. WinFS могла искать файлы не только по названию и его формату, но и по их содержанию и другим вложенным метаданным. После закрытия WinFS большинство ее наработок попало в Windows Search. В первое время это все работало даже отлично, но со временем данная функция начала работать очень... медленно. С годами Microsoft начала видеть Search как своего рода рекламный продукт. Например, поиск в пуске уже ищет не только по установленным программам, но и в интернете как поисковой запрос. Я отключаю с себя службу Windows Search и в качестве замены я могу порекомендовать программу Everything. Впервые эта программа была выпущена в 2004 году и позволяет осуществлять мгновенный поиск по файлам и папкам, их размерам и датам. Также имеется поддержка синтаксиса, позволяя персонализировать локальные результаты поиска. Everything позволяет работать не только с NTFS, но и с ReFS и даже FTP серверами. Программа полностью бесплатна, имеет открытый исходный код, потребляет очень мало ресурсов и запускается даже на Windows XP. Теперь перейдем к контекстному меню. Windows 11, как уже всем известно, дебютировал новый стиль контекстного меню. Спустя почти несколько лет я так и не заметил, чтобы разработчики каким-либо образом массово добавляли поддержку показа своих пунктов в новую реализацию меню. Да и в некоторых стандартных программах можно заметить старое меню, что немного, к сожалению, не сочетается. Так давайте же вернем это было единство. Для этого идем в редактор реестра по этому пути и создаем там вот эту папку, название которой вы видите на экране и сможете скопировать в описании. После того, как мы ее создали, в ней же создайте вот этот подраздел. Внутри данного подраздела в значении по умолчанию оставьте как есть. Нажмите ОК, просто отправим пустые данные. С этого момента по всей системе, начиная от рабочего стола и заканчивая проводником, контекстное меню будут иметь узнаваемый вид. Кстати, кое-какое приложение эту фишку применяет автоматически после своей установки. Среди сторонних программ по изменению контекстного меню можно отметить Nile Softshell и Translucent Layouts. Первая программа изменяет старый дизайн контекстных меню по всей системе на современный. Имеет вполне себе настраиваемый внешний вид и поведение, но делается это все через конфиги. Вторая же добавляет многим контекстным меню старого формата дизайн и прозрачность в стиле Windows 10 и 11. Увы, эта программа не изменит контекстное меню из эпохи Windows 2000 и содержит в себе некоторые проблемы совместимости со Start or Back. Nile Softshell и Translucent Layouts имеют открытые сходники и, на момент выхода этого видео, доступны на GitHub в свободном доступе. Настала пора немного разобраться с интерфейсом. Если включить темную тему, то мы найдем много мест, которые никак не переключаются на темный режим. К слову, первые зачатки темной темы появились в Windows 10 Anniversary Update. С выходом Windows 10 1809 это распространилось на проводник и некоторые Win32 программы. Start or Back эту проблему исправляет, да и не только эту конкретную. Программа не бесплатна. Скачать так-то можно без проблем, но некоторые ее функции могут быть ограничены. На официальном сайте указывается, что лицензия на данную программу стоит 5 долларов. Однако, существует версия сайта для российского региона. Там цена составляет 170 рублей. Start or Back предназначен только для Windows 11. На Windows 10 это не заработает. Для этой системы нужно ставить Start is Back. Автором является человек под ником Tihi. Кроме стартбэковских программ, он также известен как автор огромного количества различных мелочных приложений и патчей для Windows 9X систем. Запуская программу установки, нас сразу спрашивают, для кого конкретно установить программу. В рамках одного пользователя или всего ПК. Во втором случае программа будет работать не только на одном юзере, если компьютер семейный, например. После установки и перезапуска проводника изменения видны буквально сразу. Панель задач становится меньше, приобретает черты Windows 10, а 3 становится более сжатым. В этот же момент откроется окно настроек данной программы. В первом разделе можно выбрать уже готовый шаблон параметров. Правильное 11, почти 10 и обновленное 7. Выбор каждого готового шаблона влияет на дизайн проводника, панели задач, вид разделов в трее и так далее. Также Start All Back возвращает старый дизайн контекстному меню и окрашивает всевозможные элементы в акцентные цвета. Если вы огромный любитель всяких прозрачностей и вам недостаточно стандартного дизайна окон, то для этого можно попробовать программы Mica for Everyone, DVM Blur Glass и Explorer Blur Mica. Первая программа добавляет различные эффекты размытия всем Win32 приложениям, где это возможно. Для реализации таких вкусных приколов используется DVM API, официальный API диспетчера окон рабочего стола. Но с этой программой придется сильно экспериментировать. DVM Blur Glass будет чуть проще. Она просто модернизирует заголовки окон, но тоже не без греха. Самым адекватным тут оказался Explorer Blur Mica, добавляющий эффект Mica в пределах окон проводника. И да, никогда не смешивайте Mica for Everyone и DVM Blur Glass. Это очень плохая идея. О боже. А вот подписаться на канал и включить колокольчик – идея очень хорошая. Вы не пожалеете об этом. Quick Look добавляет приятную фишку из macOS, что дебютировала в macOS X Leopard. Предварительный просмотр содержимого файла, будь то текст или полноценный аудиофайл, по нажатию на пробел. Вполне себе приятное дополнение. Отлично, мы привели интерфейс к более-менее приятному виду, и теперь можно сделать и снимок экрана этой красоты. Но как? Вопрос звучит глупо. Конечно, можно использовать стандартные средства, такие как ножницы, или просто нажать на клавишу Print Screen. Но иногда вам, возможно, понадобится больше функций, чем просто делать снимки выбранного фрагмента, или после снятия скриншота автоматизировать определенные действия. И что же делать в таких случаях? На помощь к нам придут добрые и неравнодушные программисты с их решениями в виде приложений. В этом видео мы разберем две программы – ShareX и Aeroshot CRE. Начнем по порядку, как обычно. ShareX может создавать скриншоты экрана или его фрагмент. Ну, тогда чем это от обычных ножниц отличается? Создание гифок в один клик, запись экрана или ее определенной области. Распознавание текста, создание и распознавание QR-кодов, различные виды текста, подчеркивания, размытие, водяные знаки, загрузка картинок на указанный тобой сервер и так далее. Эта программа на данный момент работает только на Windows 7 и выше, разрабатывается с 2007 года и до сих пор обновляется. Скачать ее можно как на официальном сайте, так и в Microsoft Store или в Steam. В настройках есть все – от горячих клавиш и вида захвата экрана по умолчанию, до выполнения определенных действий после создания снимка с проигрыванием определенного звука и редактирования схемы цветов у программы. Если ShareX всегда резервировал принтскрин под себя, то с Windows 11.22.2 эта клавиша автоматически закрепляется за приложением ножницы, и подобное поведение нужно отключать вручную в настройках системы. ShareX еще предоставляет и некоторые инструменты для работы с данными на мониторе, такие как пипетка и линейка. Да и не пипетками едиными, в программе присутствует базовый редактор изображений, конвертер видео, проверка хэша, исследователь окна и даже изменение DNS. Зачем-то. Пользуйся ShareX с 2018 года, очень удобно. AeroShot CRE будет чутка легче. Эта программа является ремейком оригинального AeroShot из эпохи Windows 7, позволяющей создавать профессиональные снимки отдельных окон и элементов интерфейса, сохраняя при этом прозрачность самого окна и убирая фон вокруг него. Имеется возможность назначить горячую клавишу для быстрого создания скриншота окна, отключить ClearType и установить таймер. Доступно в Microsoft Store. Если в видео мы рассматривали сейчас приложение, созданное неравнодушными людьми, то самый момент взглянуть на официальный пакет программ по кастомизации системы от Microsoft – PowerToys. Функционал здесь очень богатый. В основном это мелкие твики, однако стоит отдельно выделить. Безопасное редактирование файла hosts. Аналог Spotlight из macOS. Различные дополнения для проводника. Корректное сжатие и изменение размера картинок. Этот пакет в разные годы содержал в себе огромное количество программ, дополнительных возможностей и мелочных фич. К сожалению, в этом видео развернуто и в своем стиле рассказать про него не получится. Поэтому, если вам интересна история данного пакета дополнений, то ставьте лайк и дайте знать об этом в комментариях. Не вышеупомянутыми программами едиными. Для Windows существует множество приложений по кастомизации и грамотному улучшению системы. Могу отметить следующее. WinAero Tweaker. Данная утилита позволяет регулировать настройки Windows, которые были каким-либо образом скрыты от глаз пользователя, но при этом эта функция осталась в своей реализации. В прилагаемом программой списке имеется очень много возможностей, начиная от расширенных настройок оформления и возвращения старого просмотрщика фотографий, заканчивая пунктами контекстного меню, поведением системы и загрузчиком. Но будьте осторожны и не применяйте настройки, смысл которых вы не знаете. Explorer Patcher возвращает внезапно панель задач и меню пуск из Windows 10. Как и другие вышесказанные программы, Explorer Patcher также содержит множество настроек и твиков для проводника и рабочего стола. Если кто не заметил, то мы использовали эту программу во время переделки Windows 11 в Windows 2000. Fences, помогающий упорядочить ваш рабочий стол и сделать его более организованным в виде ограждений. Слово Fences с английского как раз означает заборы или же ограждения. Увы, программа платная. И MemReduct. Маленькая утилита, показывающая потребление АЗУ и файла подкачки на данный момент, а также помогает вычистить память в один клик. Подходит для мастеров спорта по потреблению оперативной памяти и всегда доступна в трее. В качестве итога можно вернуться к первоначальному вопросу. Возможно ли как-либо улучшить Windows в наши дни без ущерба самой системе? И сразу можно получить вполне положительный ответ. Пусть с годами возможность кастомизации в виде тем оформления и всяческих плюшечек слегка урезалась со стороны самой системы, улучшить ОС и адаптировать ее под себя более чем возможно. Пусть уже не так кардинально, как это могло быть в эпоху Windows XP, к сожалению. Однако в последнее время тестовые сборки Windows 11 перед обновлением системы внезапно просят пользователя удалить некоторые программы по изменению внешнего вида. Это уже замечалось при установленных Startleback и Explorer Patcher. Хорошо ли это или нет? Решайте сами. Это был мой составленный список программ, которые помогут сделать вашу систему более приятной и удобной в использовании. Не нужно и даже не советую ставить прям все программы, которые были показаны в видео. Экспериментируйте, изучайте, сравнивайте, и таким образом вы найдете для себя идеальное сочетание. А как вы улучшаете систему для себя? Пишите в комментариях. Даже если вы фон рабочего стола меняете или курсор какой-нибудь ставите кастомный. Это тоже считается. Немножко. А на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Не пропускайте новый интересный контент и достигнем 100 тысяч подписчиков вместе. Огромное всем спасибо за просмотр и благодарю донатеров, которые поддерживают канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья.